Праздничная атмосфера царила возле спортивного дворца за пару часов до начала главного действа. Здесь для гостей была подготовлена масса интересных развлечений, начиная от катания на роликовых коньках и заканчивая интеллектуальными конкурсами. И все же многочисленные болельщики и просто любители гандбола находились в предвкушении яркого события, что на этот раз подготовили для гостей и организаторов мероприятия до последней секунды оставалось неизвестным. Сегодня день и праздник не только команды, и главное не столько команды, а сколько болельщиков, которые любят и приходят смотреть на гандбол не только в Бресте, а и в других городах Белоруссии. Мне как болельщику нравится в принципе, как команда ведет себя на площадке, играет до последнего мяча, а главное побеждает и радует нас, болельщиков. Глядя на количество легионеров, глядя на количество людей, которые хотят играть в БГК, глядя на результаты, глядя на то, что тот же французский пассажир может быть и выигрывает, но очень напрягаясь у БГК, это говорит о том, что действительно все круто. Одно из самых ярких событий в календаре Бреста прогремит в считанные секунды. Вот-вот дворец «Порта Виктория» распахнет свои двери для всех тех, кто пришел поддержать и порадоваться успехом брестских бенболистов, а их, как известно, накопилось немало. Ярким зрелищным световым шоу началось представление команды БГК. До выхода участников гостям было предложено обновить в памяти линейку громких побед мешковцев в 13-м спортивном сезоне. Далее на домашнюю площадку вышли и сами герои праздника. Формат мероприятия в этом году был несколько видоизменен, что вполне можно было бы связать с изменениями в команде. Новый тренер, обновленный состав, соответственно, и новые традиции. В первую очередь игроки БГК поблагодарили своих болельщиков за мощную поддержку, а потом вместе с подающими надежды молодыми гонболистами исполнили гимн БГК. Радовали публику в этот день почетные гости праздника. Президентский оркестр Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина, а также певец Иван Вобещевич. На день открытых дверей приехал и поп-коллектив из Минска, без билета. Перед началом праздника журналистам удалось пообщаться с одними из тех, кто стоит за многочисленными победами брестских мешковцев. Содержательная беседа помогла приоткрыть завесу тайны на многие вещи. Один из давно интересующих вопросов был связан с некоторыми изменениями в атрибутике клуба. Когда клуб начинал, у нас был один спонсор, был Гефест. Соответственно, у Гефеста были красно-белая гамма. Создался банк, потом появились еще другие структуры. Поэтому тоже мы потихонечку уходим в наши корпоративные цвета. Вы увидели, и сайт поменял свою раскраску, соответственно, атрибутика, и форма команды тоже обязательно, домашняя форма, она, так сказать, у нас синяя. То есть мы идем сюда. Но красный цвет, цвет победы мы все равно, так сказать, сохраняем. Он у нас остался в логе, остался в нашей атрибутике. Конечно, не обошлось и без провокационных вопросов, связанных с работой обновленной команды. Во главе с пришедшим к тренерскому мостику Сергеем Бебешко. Любой тренер всегда стремится иметь лучших игроков. Как бы есть свое видение игры. И хотелось бы, конечно, на каком-то месте иметь кого-то другого. Но опять же повторюсь, что я уже сказал, что все устраивает, все нормально. То, что я принял команду уже укомплектованную, ну, это как бы так громко сказано, потому что я видел те приобретения, которые делал клуб. Я на своем этапе как тренер тоже хотел бы иметь состав, поэтому тут как бы все сошлось. Давайте мы будем сравнивать с одного тренера с другим. Это, наверное, неправильно. А насколько тяжело ребятам, которые с этим не встречались, с этой работой. Очень тяжело, скажу, что этот месяц прошел такой напряженный месяц. Наверное, не болели только глаза у некоторых. Но сейчас все пришли в форму, это радует. И все видят, что мы идем реально на правильный путь. В ходе пресс-конференции затрагивались самые разные темы, но одним из самых волнующих стало обсуждение планов клуба. Они, как и полагают, настоящим победителям самые, что ни на есть амбициозные. Выход в финал Сехолиги и в одну восьмую лиги чемпионов. С новыми силами, к новым триумфам. Ведь таков девиз команды БГК.